И второй сервис, который тоже отвечает за полный интерактив, у него, конечно, интерактив совершенно другой. Если в Genial мы получаем обратную связь при клике или наведении мышки на какой-то элемент, то в Prezi интерактив, в принципе, дает сама навигация. То есть сама навигация необычна, непривычна и тоже может считаться полностью интерактивной. Он, конечно, нестандартен и непривычен для работы. И вообще это тот сервис, когда нужно заранее серьезно продумывать структуру вашей презентации. Не так удобно на ходу ее переделывать. Интерактивные элементы тоже присутствуют, но они настроены только для внутренней навигации. В отличие от Genial в Prezi нельзя ставить ссылку на внешний сторонний сайт. Нельзя эту презентацию в бесплатной версии скачать или встроить, только показать по ссылке. Зато можно записать видеопрезентацию. И вот как раз сейчас все развитие Prezi нацелено именно на создание удобного сервиса видеопрезентации. То, что вы тут же накидали на слайды Prezi, вы можете вывести в видеоформате, где будут видны и слайды, и вас как спикера. Причем это будет не как раз вот в таком вот окошечке в уголке, а вы будете полноценным участником презентации. Для кого подходит? Если вы готовы потратить много времени на дизайн, как раз из-за непривычности самого интерфейса программы, самих ее настроек, из-за непривычности принципа навигации, на дизайн в Prezi придется потратить значительное время. Хотя вы можете выбрать готовый уже макет, разобрать его на части и попробовать повторить или прямо внутри него опубликовать свой контент. Если вы планируете создавать таймлайны, сторимэпы, путешествия, то есть как раз ваша презентация связана с движением или метафорой движения. И разумеется, если вы записываетесь в своей презентации на видео, то есть не просто проводите видео лекцию, а вам нужно именно записать видеоролик со слайдами, то, по моему мнению, Prezi в этом плане действительно представляет самый лучший сервис. И наоборот, не подходит, опять же, из-за ограничений на скачивание и на встраивание, только показать по ссылке. Если у вас нет интернета, то от Prezi, к сожалению, придется отказаться. Также, если вы не привыкли как раз заранее продумывать и прорабатывать структуру презентации, то с этим сервисом, возможно, будет сложно и неудобно работать. И, к сожалению, инфографика в Prezi доступна только на платных аккаунтах. Если вам нужно показать какие-то цифры, графики, диаграммы, то вы сможете вставить их картинкой, а из-за особенностей навигации картинки могут размываться на отдельные пиксели. Опять же, в вашем рабочем пространстве как раз Prezi, во-первых, может стать просто вдохновением найти какие-то интересные, необычные варианты презентации. Сюда можно импортировать то, что вы сделали в PowerPoint. Какую-то графику искать, может быть, не так удобно, но зато из готового макета по-быстрому сделать презентацию с интересным и необычным эффектом, почему бы и нет.